В заключении еще один пример, такой тоже, может быть, уже не совсем медицинский. Представьте себе, что, ну вот вы слышали новости, и в новостях мэр некоторого города объявил, что в этом городе квартиры, половина квартир стоит дешевле, чем миллион рублей. Вы так задумывались, что-то как не очень на право похоже. Пошли, посмотрели на сайте, где продаются квартиры. Как ни смотрите, все получается больше. То два, то три, то четыре. Ну что вы теперь пойдете в суд подавать на него, что он врет? На два. Но он скажет, так вы не все квартиры посмотрите. Там на сайте не все квартиры есть. Правда? Как вы ему объясните, что происходит? Можете действовать так. Ну хорошо. Выберем случайную квартиру. Если он прав, и половина из них стоит дешевле, то у нас должно быть так. Будем ставить плюсик, если он прав, и минусик, если нет. Что произойдет? Вот мы взяли N квартиры. И поставили плюсы, где-то минусы, плюсы и так далее. Что будет свидетельствовать против, будем показать. Когда плюсов будет много. То есть если он прав, то у нас с вами просто бросание монетки. Обычное бросание монетки. С вероятностью успеха одна вторая. Вот я бросаю монету. Но если у меня, например, было 10 квартир, и оказалось, что после обследования 10, 9 плюсов и 1 минус. Какова вероятность получить такой исход? Какова вероятность при 10 бросаниях монетки получить 9 плюсов? Десятых. Ну, будет что у нас? 10 разделить на 2 в десятых. Правильно? А больше плюсов получить? Ну, плюс еще одна на 2 в десятых. Это будет примерно сколько? Одна сотая. То есть, если он прав, то, конечно, случайно в руку квартиры можно получить такой результат. Такой или хуже. Но вероятность эта меньше одной соты. То есть вы, если пойдете на него в суд подавать, и проведут расследование, и выяснят точно, как на самом деле, то вероятность того, что вы порекраете, это одна сотая. Ну, то есть, если вы регулярно суетесь с методом, то, в принципе, вот вам придется один раз на 100 заплатить ему, так сказать, штраф. В остальных 99 случаях вы выиграете. Опять же, знаете, никакой вероятности сложной нет, а тем не менее, вот, простой глазами монетки. Это называется критерий знаков. Вещь крайне популярна, например, у психологов, у медиков тоже, когда пытаются ее еще поменять, когда исследуют до и после. Вот хотят узнать, подействовали как на человека, хотят узнать, изменилось воздействие. И когда изменилось, ставят плюс, когда не изменилось. Минус. Ну и смотрят. Если плюсов много, то, вот, с точки зрения случайности, это маловероятное событие. Ну и объявляется, что есть некое воздействие. Вот. Отсюда видно, что почти ничего не знаем, противовероятности. Можно, в общем-то, обсуждать весьма-весьма-весьма прикладные вещи. Весьма сложные. Вот. Все. Спасибо. Спасибо большое. А настоящие статистики это имеет очень отдаленное отношение. Ну, может быть.